Принципы этических научных публикаций Принципы этических научных публикаций важны для всех научных специальностей. И начинать научную деятельность нужно с ознакомления с основными принципами этической научной коммуникации. Первый, основной закон научной коммуникации, этичной, основывается на правильных принципах научного авторства. В настоящее время научное авторство подразумевает долевое участие всех соавторов научной публикации в оформлении первой версии статьи, в пересмотре этой версии, в согласии публиковать статью, выставить статью на рассмотрение в какой-либо журнал, и также включает в себя последний критерий соавторства, это согласие быть ответственным за все пункты, которые изложены в научной публикации. С этим должны быть знакомы все специалисты. Есть также и еще принцип благодарности, долевого участия, которое не подразумевает авторство, но подразумевает выражение благодарности научным сотрудникам в специальном разделе благодарности. В этом разделе нужно выражать благодарность статистикам, которые не являются соавторами, а являются просто экспертами, которые рассматривают только статистику. То же самое относится к лаборантам, к специалистам, которые выполняют научные тесты, но они не владеют полностью профессиональной информацией. Специалистам, которые пишут статью на английском, на русском языке, тоже нужно выражать этичную благодарность. Они, эти специалисты, выполняют очень большую работу, но, к сожалению, они не являются профессионалами в какой-то конкретной специальности, биомедицинской специальности, и поэтому им нужно выражать благодарность. Они не могут нести ответственность за все пункты, которые рассматриваются в профессиональной научной статье. Следует сразу отметить, что эти принципы, к сожалению, не учитываются во многих журналах, которые сейчас называются журналами-паразитами, или же журналами, которые не проводят рецензирование, не выполняют этических принципов, принятых во всем мире. Их называют журналами-паразительными, predatory journals, или журналами-хищниками. Это, в первую очередь, журналы открытого доступа, которые взимают плату за публикацию с автором, и авторы не знают, зачем эта плата взимается. Конечно же, нужно с этим бороться. Нужно информировать научных авторов, в первую очередь, из России и Казахстана, которые очень часто публикуются как раз-таки в этих журналах. И есть тут еще один момент, очень важный. Очень много сейчас агентств-паразитов и журналов-паразитов, отдельных учреждений, которые редактируют не по этическим принципам, не соблюдают принципов публикационной этики, принятых во всем мире, и поэтому следует информировать научных авторов, чтобы они не сотрудничали ни с агентами-паразитами, ни с агентствами-паразитами и отдельными журналами-паразитами. На это обращается сейчас особое внимание специалистами, скажем, из Америки. Крупный специалист Джеффри Билл обращает на это внимание, я также обращаю на это внимание. В Южно-Казахстанской фармацевтической академии тоже сейчас это приоритетное направление, чтобы все сотрудники публиковались по этическим принципам. Нужно полностью перекрыть канал взаимодействия ваших казахстанских научных авторов со всеми этими агентами, агентствами и отдельными журналами-паразитами. Желательно, чтобы все научные авторы публиковались бы в журналах, которые, даже если открывают доступ, с авторов не требуют оплаты. Оплата за публикацию должна оформляться, должна идти от спонсоров различных учреждений, университетов, академий. И авторы, которые выполняют серьезную научную работу, они только должны заботиться о своей публикации, а не о том, чтобы за какую-то оплату пробить свою статью в какой-то журнал. Список этих журналов-паразитов уже ясен, известен, черный список. Пока эти журналы, они только на английском языке, но есть очень много русскоязычных журналов, которые также не придерживаются принципов публикационной этики. И в любой момент, любая публикация, которая не по этическим принципам опубликована, она будет рано или поздно ретрогирована. Следует учитывать еще, что есть ряд ассоциаций, редакторских ассоциаций, которые активно борются с журналами и агентствами-паразитами. Они разрабатывают рекомендации, с которыми должны быть знакомы авторы, лицензенты, редакторы и издатели. Основная ассоциация, которая уже опубликовала ряд рекомендаций и имеет очень большое влияние во всем мире, это International Committee of Medical Journal Editors, международная ассоциация биомедицинских редакторов. Эти редакторы крупных журналов там придерживаются основных принципов публикационной этики. Назову просто ряд этих журналов, которые являются членами International Committee of Medical Journal Editors. Это Lancet, это Nature, Cell, New England Journal of Medicine. Это крупные журналы, в которых очень сложно опубликоваться. Авторам нужно знать эти журналы, поскольку в них накапливаются основные научно-доказательные данные. На них нужно ссылаться, и, если будет возможность, также публиковаться. Хотя уровень отказов в таких журналах очень большой. Высокий уровень отказов. Есть также другие ассоциации. Committee on Publication Ethics. Эта редакторская ассоциация включает в себя более 9000 редакторов научных журналов. Эта ассоциация уже опубликовала алгоритмы действия при нарушении принципов публикационной этики. Я сам тоже консультировал с этой ассоциацией для ретрогирования одной статьи. И хочу предупредить научных авторов о том, что любая научная публикация, которая опубликована по неэтическим принципам, в которых есть нарушение публикационной этики, где имеются очень серьезные ошибки, она будет ретрогирована, изъята с печати даже после публикации. Поэтому нужно знать также принципы ретрогирования, которые рассмотрены в Committee on Publication Ethics, редакторской ассоциации, которая имеет очень большой вес во всем мире. Изъятие с печати набирает большой вес. И очень много статей ретрогированы, изъяты с печати в крупных журналах, где после публикации были обнаружены серьезные ошибки. В плане оформления статьи, в плане сбора научных данных, оформления статистического анализа, раскрытия долевого участия, раскрытия принципов конфликта интересов. Если будет какое-то нарушение на каком-то этапе, изъятие неизбежно. Уже с моей стороны тоже была рассмотрена одна статья, которая была опубликована, скопирована. Плагиат был выявлен, и эта статья после серьезных обсуждений была изъята с печати. Такого типа изъятий будет очень много, где будет нарушение принципов публикационной этики, включая плагиат. Плагиат, он очень широко распространен. И в эру открытого доступа, мы сейчас живем в эру открытого доступа, все эти источники, они легко можно выявить, в них можно выявить, если есть хоть какая-то доля плагиата. Копирование научного текста, копирование идей, графики, манипулирование с графикой, все это очень серьезно, и авторы научные, которые публикуют, должны быть с этим знакомы. Нужно оформлять хорошие статьи, публикаются в журналах, которые индексируются с Копус, веб оф сайенс, и если будет хорошая публикация в этих библиографических базах данных, будут также авторские профили. На настоящее время существует несколько авторских профилей, их значение велико в том плане, что авторы, которые на этих платформах имеют свои профили, они будут стараться придерживаться основных принципов публикационной этики. Это в первую очередь ORCID, Open Research and Contributor ID, это профили от Web of Science Researcher ID, в которых можно бесплатно оформить свой профиль, и также скопусовский профиль. Авторы должны продвигать свои публикации после процесса публикации и выставлять свои статьи без нарушения принципов авторства на таких платформах, как ResearchGate, на институциональных репозиториях, роль которых тоже очень велика. Следует также отметить, что нужно активно цитировать хорошие публикации, но не нарушать принципы цитирования, потому что если будут нарушения и манипулирования с цитированием, также это будет рассматриваться как нарушение публикационной этики. Для авторов желательно, чтобы были бы публикации на английском языке, но для этого нужно стараться работать с авторами, и чтобы они владели хотя бы основными профессиональными английскими терминами. В этом направлении нужно работать также кафедром английского языка и подготавливать специалистов, русскоязычных авторов. Нужно активно использовать любые методы дистанционного обучения специалистов и проводить побольше вебинаров, которые вам во всем мире проводятся. И вебинары сейчас используются на евразийском пространстве также очень активно. Я хочу, чтобы также научные журналы использовали этот ресурс для продвижения своих научных публикаций и для того, чтобы редакционная команда активно участвовала в обсуждении того, что публикуется дистанционно. Они также обсуждали эти все проблемы. В плане пожелания я хочу пожелать, чтобы было бы побольше научных публикаций, которые публиковались бы в журналах, которые придерживаются основных принципов публикационной этики. В первую очередь, это лицензируемые журналы, неважно какой импакт фактора. Желательно также, чтобы научные авторы из Евразии публиковались бы в журналах, которые не требуют оплаты со научных авторов. С этим будет очень много проблем, но и как-то нужно в этом направлении двигаться. Продолжение следует...